МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Оказать помощь и поддержать каждого, кто в этом нуждается. Глава города Елена Лапушкина провела встречу с членами семей мобилизованных граждан. Просвещение, правовая помощь и повышение эффективности управления домами. Для председателя МКД, ТСЖ, ЖСК и активных граждан Советского района провели обучающий семинар «Мой дом». Фронтовая бригада в Самаре представили документальный фильм о работе агитбригад в современной армии. Оказать помощь и поддержать каждого, кто в этом нуждается. Глава города Елена Лапушкина провела встречу с членами семей мобилизованных граждан в зону проведения СВО. Она прошла в администрации Кировского района Самары. Как оформить кредитные каникулы, получить материальное пособие, определить ребенка в сад или школу? Эти и многие другие вопросы решаются адресно при участии администрации города. Тему продолжит Ольга Павлова. Все больше вопросов, на которые необходимо искать ответы. Причем оперативно и своевременно. На приеме у главы города Елены Лапушкиной члены семей мобилизованных граждан. Одни интересуются, как оформить кредитные каникулы, другие просят помочь в решении бытовых и социальных вопросов. К примеру, одна из семей попросила закупить материалы для строительства частного дома. Ранее этим занимался муж, рассказала жительница Самары, но сейчас он принимает участие в специальной военной операции. На просьбу власти города отреагировали сразу же. Все необходимое уже доставлено по указанному адресу. Люди с огромным пониманием относятся, но тем не менее, увы, когда уходит кормилиц, когда уходит опора, возникают чисто бытовые вопросы, с которыми мы стараемся разобраться. Совершенно точно не последняя встреча. Встречались до козаря, когда приглашали большое количество специалистов. Сейчас я поехала уже в районы, чтобы людям было удобнее прийти и проеду по всем районам, где вопросы будут непосредственно к нам. Необходимо учесть все просьбы, которые поступают в район от членов семей мобилизованных граждан, отмечает глава города. На каждого мобилизованного в администрации района подготовлены социальные паспорта. В этих документах содержатся данные о родственниках бойцов и основные вопросы, которые требуют незамедлительного решения. А поступает их немало. В основном они связаны с кредитами, ипотекой, долгами по ЖКХ. Кто-то просит помочь пройти медицинское обследование. Вопросы были связаны и с социальным направлением. Это перевод детей из одной школы в другую, либо оформление в детский садик помочь. Есть и бытовые моменты. Кому-то помогли форму приобрести хоккейную для ребенка, потому что он достаточно серьезно там занимается хоккеем. Вот предоставили кому-то нужная коляска была инвалидная для мамы. Кировский стал первым районом в Самаре, где встреча родственников, мобилизованных с главой города, прошла в таком формате. На очереди другие районы областного центра, в каждом из которых будут готовы выслушать, поддержать и помочь в решении самых сложных вопросов. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. На совещании в администрации Самары раскрыли новые подробности строительства станции метро «Театральная». Специалисты обсудили будущий фронт работ на двух участках – в районе перекрестка Красноармейской и Галактионовской и на пересечении улицы Новосадовая, Полевая и Самарская. Также стало известно о судьбе стелы с фонарями, возведенной во время Советского Союза. Демонтаж постройки вызвал резонанс среди жителей города. Обо всем подробнее расскажет Михаил Ермоленко. Ежедневно в зоне метростроя на пересечении улиц Полевой, Новосадовой и Самарской трудятся порядка 30 специалистов. Работать начали 8 октября. За это время строители демонтировали дорожное полотно на проезжей части, подготовили траншеи под укладку ливневого коллектора, заканчивают переустройство водовода. Скоро начнут выносить сетевые кабели. На этом участке задача особенно важная. Тут в дальнейшем будет стыковка действующего и нового тоннеля метрополитена. Поэтому все инженерные коммуникации, проходящие под землей, необходимо перенести. Как отмечают специалисты, работа идет в графике, все по плану. Сложности возникают только из-за погодных условий, но и они не помешают справиться с задачей. Рабочие планируют уложиться в 39 дней, а после подготовки приступят к основным работам непосредственно по строительству метрополитена. Трудятся только днем, хотя есть возможность работать и ночью. Но пока, отмечают строители, это не нужно. У нас с законом разрешается работать и ночью, но большая часть работ все-таки выполняется в дневной период. Они связаны с шумом. Чтобы минимально причинять неудобства окружающим жителям, пока мы справляемся в дневном режиме. На сегодняшнем совещании в мэрии, которое прошло с участием представителей регионального министерства строительства, первый заместитель главы Самары Владимир Василенко напомнил, что специалисты должны уложиться в обозначенный срок и за 39 дней подготовиться и переустроить инженерные коммуникации. В другой зоне метростроя на перекрестке улиц Галактионовской и Красноармейской специалисты также продолжают вынос инженерных сетей. В скором времени рабочим предстоит перенести трубопровод через проезжую часть улицы Красноармейской. Для этого готовятся провести горизонтальное направленное бурение, закрытый способ, без траншейной прокладки труб. Для этого по двум сторонам улицы всего лишь выруют две небольшие заводные ямы. Все для того, чтобы не пришлось перекрывать движение транспорта по Красноармейской. Установка, которая идет методом продавливания, вытащит за собой трубу. И на обратной стороне, будем говорить, выходит гильда протащена, потом ее за... ну я как говорю, протащили чулок, потом за нее начинает затаскивать трубу, которая будет укладываться. Во время строительства метро резонанс среди жителей вызвал демонтаж одной из колонн, которая находилась у сквера между площадью сельского хозяйства и улицей Полевой. Однако все слухи о судьбе архитектурного элемента времен СССР развеяли. Пока сооружение остается в районе Перекрестка, где работают специалисты метростроя. Подрядчик демонтировал колонну, чтобы в ближайшее время перевести ее на склад муниципального предприятия благоустройства, как говорят специалисты, на ответственное хранение. За дальнейшей судьбой объекта архитектуры пристально следят общественники. Я лично прибыл на место. Вот она сейчас подготавливается к перевозке на зимнее хранение. Она в хорошем состоянии. Сразу хочу сказать, что тот металл, из которого она сделана в советские времена, конечно, нуждается в реставрации. Но я думаю, что именно благодаря переносу и строительству новой станции метрополитена в городе у нас эта стела, она заседяет по-новому. Территория, где предусмотрен стартовый котлован, после всех строительных работ в 2024 году подлежит благоустройству. Будущий подрядчик по основному этапу строительства восстановит колонну, сохранив ее первоначальный вид. Региональный заказчик и администрация Самары, работающие в тесном взаимодействии, стараются минимизировать неудобства для горожан в связи с временными ограничениями движения транспорта и просят жителей областного центра отнестись с пониманием к предпринимаемым мерам. В будущем ввод в эксплуатацию новой станции метро значительно улучшит организацию транспортного сообщения между отдаленными районами и историческим центром города. В том числе повысит транспортную доступность музеев, театров, социокультурных площадок, до которых с одного конца города на другой можно будет добраться за 20-25 минут. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. В Самаре продолжается серия обучающих семинаров «Мой дом» для председателей МКД, ТСЖ и ЖСК и неравнодушных граждан. На этот раз тренинг провели в советском районе областного центра. Горожан познакомили с системой ГИС ЖКХ и ответили на волнующих вопросы по управлению домами. Подробности в репортаже Светланы Тимофеевой. Просвещение, правовая помощь, повышение эффективности управления многоквартирными домами. Для председателей МКД, ТСЖ, ЖСК и активных граждан советского района Самары провели обучающий семинар «Мой дом». Этот проект в прошлом году инициировал глава региона Дмитрий Азаров. Его ключевой задачей является повышение юридической грамотности собственников и помощь в управлении домами. Очень полезные курсы, помогают в жизни председателя. В этом году спасибо, что проводят опять такие курсы, что-то новое узнаем. Также вопросы, которые можно задать, можно задать напрямую, хотя бы без записи. Так что мне очень нравится. Второй год я посещаю и я считаю, что польза от этого есть. В семинарах участвуют представители ГЖИ, администрации, ЖКХ и управляющих компаний. Они отвечают на все вопросы председателей. Кроме того, участникам выдают специально разработанные рабочие тетради, председатели МКД. Это достаточно большой документ, в котором есть ссылки на нормативные правовые акты и бланки образцов заявлений. Также граждан знакомят с электронной платформой ГИС-ЖКХ. Сейчас это очень актуально. ГИС-ЖКХ – ведущая программа, в которой фактически все есть. И она еженедельно обновляется. Что самое важное, дорабатывается, вносится корректировки, замечания людей, предложения, пожелания, а то информация, которая должна там находиться. В советском районе областного центра 1166 многоквартирных домов. Практически во всех есть свои председатели МКД. Часть из них уже освоили программу ГИС-ЖКХ. Помимо знаний об изменениях в электронной платформе, люди могут напрямую задать вопросы депутатам, которые также присутствуют на подобных встречах. Самый актуальный из них – закон о тишине. Народные избранники, в частности, разъясняют, какие нормы относятся к федеральному законодательству, а какие – к закону Самарской области. Почему этот вопрос о тишине, закон о тишине возник? Потому что на приемах очень часто люди приходят, шумят соседи, там, драка во дворе и так далее, и так далее. Чтобы у людей было полное понимание, кто, куда обращаться и кто, значит, отвечает за тот или иной вопрос. Так что это, да, это важно, интересно людям и задают вопросы. То есть, как бы информация, да, очень необходимая. Напомним, освоить новую программу председателям помогают в ресурсных центрах. В Советском районе их пять. Они расположены на территории ТОСов. Кроме того, в Самаре продолжает работу бесплатный многоканальный телефон горячей линии регионального центра поддержки председателя МКД. Его номер – 8 800 55 55 263. По нему все желающие могут получить консультацию, а также записаться на обучающий семинар. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События. Зеленый лес вместо мусора. На месте стихийной свалки в Кировском районе Самары волонтеры и представители Департамента городского хозяйства и экологии местной администрации высадили деревья. Новоселы появились в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Наша съемочная группа тоже приняла участие в работах по благоустройству. Резиновые сапоги, перчатки и лопаты. Около сотни волонтеров, сотрудников одной из крупнейших теплоснабжающих организаций города, а также специалисты Департамента городского хозяйства и экологии местной администрации собрались в поселке Чкалово, чтобы высадить больше 300 молодых деревьев. Для Владимира держать лопату в руках – дело привычное. Мужчина заботится о природе регулярно. Признается, когда вокруг много растений, и душа радуется, и настроение улучшается. Я люблю вообще зелень. И отдыхаю всегда где-то в зеленом месте. Вот смотришь на центр города, там все ровненько, красиво. А здесь хотелось бы, чтобы тоже было так же красиво. Присоединиться к волонтерам решили и представители местной фауны. Сегодня каждый готов нести свой вклад в озеленение этой территории. В 2019 году в поселке Чкалово была обнаружена крупная несанкционированная свалка. Большую часть отходов составляли стройматериалы. Силами Департамента городского хозяйства и экологии свалка общей площадью больше 8 гектаров была частично ликвидирована. Выведено порядка 23 тысяч тонн мусора. Для того, чтобы предотвратить повторное возникновение свалки и сохранить этот участок природы, было принято решение о высадке саженцев крупномеров. Вот сегодня мы 21 октября в честь российской акции «Сохраним лес». Приступили как раз к первому этапу. Будет посажено более 300 крупномерных саженцев. Это рябина, сосна, дуб, ясень. Деревья выбраны не случайно. Эти породы одни из самых неприхотливых. Быстро приживаются, легко разрастаются и не требуют частых поливов. По словам специалистов, для того, чтобы стать участником подобных акций, не обязательно быть садоводом со стажем. Надо, чтобы было желание, в первую очередь. А во-вторых, ну просто с любовью приложить усилия. Каждое дерево, чтобы посадить, нужно ему поклониться, выкопать ямку и, соответственно, посадить. Ну и самое главное, прикапывать корни, очень активно притапывать, чтобы воздух туда не попадал. И все, и с душой относиться к этому делу. Работу в направлении ликвидации свалки специалисты профильного ведомства планируют продолжить. В будущем году им предстоит вывезти еще порядка 10 тысяч тонн мусора и дать новый дом юным зеленым обитателям. Ксения Баканова, Константин Головин, События. Высадить деревья в день рождения – именно такую экологическую акцию провела сегодня энергетическая компания «Т-Плюс». Подробности расскажет Александра Гусева. В честь своего 20-летия компания «Т-Плюс» проводит важную экологическую акцию. Сотрудники организации высаживают молодые саженцы на территории, ранее пораженные лесными пожарами. В 2010 году огонь уничтожил многие участки леса в Тольятти и недалеко от поселка Прибрежный. Теплоэнергетики ежегодно вносят свой вклад в его восстановление. Сегодня здесь было высажено 4000 молодых сосен. Данные акции у нас проводятся ежегодно. Уже, наверное, на протяжении пяти лет сотрудники вовлечены в процесс, довольно-таки активно участвуют в таких мероприятиях, все больше и больше привлекая своих семей, семей и детей. Акция, приуроченная к 20-летию компании, носит федеральный характер. Только в Самарской области высадка деревьев прошла в лесничествах рядом с крупнейшими городами – Самарой, Тольятти, Новокуйбышевском и Сызренью. Мероприятие, то, что связано с волонтерами, это очень, наверное, хорошо тем, что люди видят, насколько эта работа сложна и насколько эта работа нужна. То есть, как бы восстановить лес. В течение четырех лет у нас в лесничестве проходят данные акции. То есть, приходит много желающих принимать участие, помогать нам. В этот день в 20 городах России сотрудники компании «Теплюс» высадили в общей сложности 50 тысяч молодых деревьев. Эта цифра и соответствует количеству сотрудников. Уже 20 лет организации заботятся о сохранении природного застояния нашей страны. Александра Гусева, Николай Епифанов, События. Про эти обследования и получить индивидуальную программу лечения. В Самаре на базе 15-й поликлиники работает Центр здоровья, где принимают детей до 18 лет. Получить медицинские услуги здесь могут бесплатно по полису все жители Самарской области. Какие процедуры оказывают в нашем сюжете. Удобное крыльцо, просторный холл, яркие стены и подробная информация на стендах встречают пациентов Центра здоровья 15-й поликлиники Самары. Для удобства малышей и их мам в коридорах новые пеленальные столики. Родители могут подождать детей на банкетках. Ремонт в этих стенах прошел менее года назад по нацпроекту «Здоровье». Теперь здесь появился и комфортный зал отдыха, где дети в ожидании процедур могут порисовать мелками на доске, а мамы подождать их на диванах. Всем очень нравится, потому что отделение стало яркое, краски сочные, все заходят радостные. То есть всем нравится, естественно, новый, скажем так, дизайн нашего отделения. Деткам нравится у нас новая комната отдыха для детей. Там стоят также диванчики, столики, доска для рисования. То есть деткам нравится, мамочки пока ждут своей очереди. Детки чем-то заняты, сидят, рисуют мелками. Пройти обследование и получить необходимые процедуры здесь могут дети до 18 лет, проживающие в Самарской области. Попасть сюда они могут не только по направлению участкового врача, но и напрямую. Услуги оказывают по полису бесплатно. Основными задачами и функциями Центра здоровья является выявление факторов риска хронических, социально значимых, неинфекционных заболеваний. Консультирование пациентов по укреплению и сохранению здоровья, включая коррекцию питания, физической активности, занятия спорта, труда и отдыха. Обучает эффективным методам профилактики заболеваний с учетом возрастных особенностей, оценивает адаптационные резервы организма. В последнее время сюда нередко обращаются дети, переболевшие коронавирусом. У некоторых из них диагностируют изменения в сердечно-сосудистой и бронхолегочной системах, изменение артериального давления. Все это поддается лечению. В связи с неправильным питанием у нас участились случаи детей с избыточной массой тела с ожирением. В нашем Центре здоровья проводится методика биопедансиметрии. Это определение состава тела, определение жира, массы и мышц в организме пациента. Для более точной диагностики ожирения метаболического синдрома. В Центре есть лаборатория для забора анализов. Проводят УЗИ, ЭХ и ЭКГ. По результатам исследований пациентам назначают индивидуальную реабилитационную программу с направлением на процедуры, которые ему показаны. В лечебном центре проводится физиотерапевтическое лечение, водолечение, занятия ЛФК. С детьми работают медицинский психолог, логопед и стоматолог. Есть дневной стационар. Виктория Шарая, Константин Головин. События. Самарские документалисты представили зрителю фильм «Фронтовая бригада». Показ состоялся в Доме офицеров. На премьере побывала Александра Гусева и готова рассказать, кто стал героем фильма. Самарскому зрителю представили фильм «Фронтовая бригада». Это документальный проект самарских кинематографистов, который рассказывает о работе агитбригад в современной российской армии. Идея фильма родилась в тот момент, когда мы стали вместе с ансамблем «Волжские казаки» ездить в туловой пункт обеспечения нашей 15-30-й и других бригад и снимать, как они выступают перед нашими бойцами. Сразу решили, что будем снимать документальный фильм. И фильм этот хотели сделать и сделали, ну такой, не тяжелый, потому что задача фронтовой бригады все-таки поднимать боевой дух, и мы решили, что фильм тоже должен отвечать этой задаче. Поездки агитбригад в туловые пункты обеспечения российской армии начались в апреле. Как и в Великую Отечественную войну, творческие коллективы небольшими бригадами стали посещать бойцов и делиться с ними своим творчеством. Ансамбль «Волжские казаки» одним из первых поддержал военнослужащих. В память о наших славных предках мы продолжаем славные традиции нашей армии, в том числе и военные артисты. Поющая армия непобедима. Генерализмус, Суворов, Александр Васильевич. Пока поем, танцуем, в хорошем смысле слова, наша армия точно не победит. После премьеры фильма Самарцев ожидал концерт. Главный герой фильма «Фронтовая бригада» ансамбль «Волжские казаки» выступил на сцене Дома офицеров. Зрители смогли увидеть и услышать те же номера, что и наши военные. Александр Гусева, Константин Головин. События. Футболисты «Крыльев Советов» уступили питерскому «Зениту» в Кубке России. Волейболисты «Новые» и баскетболистки «Самары» забуксовали на старте в своих чемпионатах. А Дарья Касаткина впервые в карьере примет участие в итоговом теннисном турнире. Подробности в нашей рубрике «Новости спорта». Футболисты «Крыльев Советов» уступили в матче четвертого тура группового этапа Кубка России по футболу. Самарцы на выезде проиграли питерскому «Зениту». Счет в первом тайме открыл бывший игрок «Крыльев» Иван Сергеев. Он же увеличил преимущество «Хозяев» сразу после перерыва. На 79-й минуте «Самарцы» один мяч отыграли. Чиркович головой замкнул передачу Пеняева. Этот же дуэт мог соорудить еще один гол, но удар «Серба» на последних минутах отразил голкипер «Зенита» Кержаков. «Крылья» проиграли 1-2, но сохранили за собой второе место в группе «Б». Волейболисты «Новы» никак не могут победить в новом сезоне Суперлиги. Накануне новокубышевцы провели первый домашний матч, принимали «Динамо» из Ленинградской области. Поначалу в первой партии соперники шли вровень, но гости смогли оторваться и удерживали это преимущество до конца сета. Во второй партии «Динамовцы» имели тройной сетбол, но «Хозяевам» улыбнулась удача, и они смогли выиграть первый сет в этом сезоне. Но ошибки не позволили повторить этот успех. 18-25, 32-30, 20-25, 23-25, 1-3 по партиям. Поражение новой. Новокубышевцы на 14-м месте в турнирной таблице. Минимум побед в своем активе имеют и баскетболистки Самары. В очередном матче премьер-лиги девушки на выезде играли против действующего чемпиона «Динамо Курск». В самом начале хозяйки паркета оторвались в счете и удерживали соперниц на расстоянии 10 очков. В таком же ключе продолжился матч и после перерыва. 75-93, поражение Самары, которое занимает 10-е место в таблице, имея в активе одну победу в четырех матчах. Хоккеисты ЦСКА ВВС завершили домашнюю серию игр в первенстве в ВХЛ против Казанского Феникса. Соперники сыграли четыре матча за пять дней, поэтому к заключительной игре уже сильно изучили друг друга. А потому болельщикам пришлось ждать забитых шайб до середины третьего периода. Открыть счет в матче помогло численное преимущество. Сначала Самарти реализовали большинство, а затем этим же ответили гости. За две с половиной минуты до конца летчики вновь вышли вперед и смогли сохранить перевес до финальной сирены. 2-1 победа ЦСКА ВВС, которые занимают первое место в первенстве. Толятинская теннисистка Дарья Касаткина впервые в карьере отобралась на итоговый турнир WTA, который в этом году пройдет в американском Форт Уэрте с 31 октября по 7 ноября. В соревновании традиционно принимают участие восемь сильнейших теннисисток по итогам прошедшего сезона. Дарья сейчас занимает седьмое место в рейтинге WTA. На ее положении не сказалось и поражение на турнире WTA 1000 в мексиканской Гвадалахаре. Накануне Касаткин уступила в третьем раунде с отечественницей Анней Калинской. 2-6, 6-2, 3-6. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. Дарья ни разу не подала на вылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейкпоинтов из 14. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В этом году в Самаре обновили 56 дворов по программе формирования комфортной городской среды. Нацпроекта «Жилье и городская среда». Губернаторский проект «Содействие» позволил благоустроить более 20 локаций. Конкурс общественных инициатив «Твой конструктор двора» реализуется на более чем 50 территориях. А по программе инициативного бюджетирования продолжается благоустройство пространств. Работы по благоустройству территорий продолжатся до конца осени. Подробную информацию об участии в программе можно получить в районной администрации, сообщает телеграм-канал администрации города «Вести с Дворянской». В Куйбышевском районе состоялось собрание граждан, где приняли решение об участии общественного проекта «Здоровое поколение», обустройство спортивной игровой площадок по улице Егорово в губернаторском проекте «Содействие». Планируется устройство тротуаров, обустройство зоны для занятий таким видом спорта, как воркаут, занятий силовыми видами спорта, обустройство зоны семейного отдыха и развития детей в возрасте от 3 до 10 лет, установка качелей и спортивного мини-комплекса. Также планируется высадка деревьев и кустарников и установка лавочек. Информирует телеграм-канал администрации Куйбышевского района. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары в качестве одной из дополнительных мер соцподдержки семьи с детьми предоставляет единовременную выплату родителям близнецов, зачисленных в первый класс. За оформлением выплаты нужно обратиться в МФЦ или в районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения по месту регистрации до 30 ноября. Необходимым условием предоставления выплаты является постоянная регистрация одного из родителей и детей в Самаре. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону 333 52 28 пишет телеграм-канал Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!